Здарова народ, с вами Ди. В этом видео я расскажу о том, как настроить OBS. Рассматривать будем не обычную OBS, а Streamlabs OBS. Так как и в ВК, и на канале спрашивают, и особенно в Дискорде, про настройки. Какие у меня настройки стоят и для стрима, для локальной записи. Сейчас все объясню и покажу. Так, вот это Streamlabs OBS. Сейчас все больше людей переходит на нее из-за возможностей кастомизации, интеграции сервисов и прочее. Тут даже чат встроенный есть, чего нет в обычной OBS. Но впрочем, все инструкции, особенно настройки энкодера, они подойдут для обычной OBS. Так что, если кто-то пользуется обычной OBS, вы сможете сделать все настройки такие же, как здесь. Так что, приступим. Ну, давайте зайдем в настройки. Так, ну, общие. Быстренько пробежимся. В общих настройках я обычно изменяю только привязку. Привязка влияет обычно на передвижение элементов на сцене. Если вам кажется, что сетка слишком крупная, измените шаг, допустим, не 10, пусть будет, а 5 или вообще там 0,5. В принципе, все. Здесь больше можно ничего не трогать. Ну, язык там, это уже такие вещи, которые интуитивно настраиваются и объяснять по ним ничего не требуется. Ну, настройки прямой трансляции тоже. Кто стримит, так или иначе уже с ними знакомы. Тоже смысла разбирать не вижу. Выбираем сервис, забиваем свой кей либо логин-пароль, если это кастомный сервер ретрансляции. Так, вот теперь идем в вкладку вывод. Вот здесь самое интересное. Всегда, повторяю, всегда используйте режим вывода расширенный, чтобы видеть больше информации по энкодеру. Давайте пробежимся. Энкодер для стриминга. Допустим, если у вас мощный процессор, вы можете взять софтовый энкодер, то есть X264. Витрейт CBR. Обязательно ставим галочку «Использование настроек потоковой службы». То есть, если даже что-то у потоковой службы изменится, то энкодер автоматом пошлет информацию о Беске и она ее подхватит, даже если у вас не так настроен. Советую ставить галку. Так. Ставим обязательно битрейт CBR, так как и твитч, и ютуб поддерживают в основном его. Битрейт. Битрейт. Тут уже нужно смотреть и от мощности вашего жалета, и от службы, куда вы собираетесь стримить. То есть, если, допустим, на тот же твитч, мы максимум можем выставить 6000 битрейта, так как там это ограничение. В идеале 3,5 и не больше, особенно для тех, у кого нет партнерки, то для того же ютуба вполне себе применимо значение в 50000. Но тут уже проблема в железе. Не всякое железо, такой дичайший битрейт выдерживает. Об этом я скажу чуть ниже, что лучше для ютуба, чтобы и высокий битрейт был, и железо не померло. Так, ну вот, допустим, давайте мы как-будто настраиваем для твитча. Возьмем битрейт 3500. Опять же, когда настраиваете битрейт, советую померять свою скорость интернета. Скорость не загрузки, а отдачи должна быть выше как минимум на 25% чем битрейт, чтобы был запас. А для тех, кто стримит онлайн и того больше. То есть, если у вас скорость, допустим, ну битрейт 3500 вы выставили, то у вас интернет как минимум должен быть 10 мегабит на отдачу. Но так как сейчас современный интернет, он достаточно скоростной, даже мобильный, то с этим проблем не бывает. Так, идем дальше. Ставим галочку «Использовать кастомный размер буфера». Всегда советую выставлять размер буфера аналогичный размеру битрейта, чтобы с этим не было в дальнейшем проблем. Так, интервал ключевых кадров. Ну, интервал ключевых кадров влияет на качество картинки достаточно сильно, но тут видите, в чем дело. Что твитч, ютуб использует кейфрейм интервал двоечку. Так что не экспериментируйте, ставьте двойку. По сути, это ключевой кадр, он несет основную информацию о изображении, так что ставьте два. Так, идем ниже. Пресет для CPU, то есть для процесса. Так как кодек X264 работает на процессоре, то здесь настройки касаются процессора. Так, здесь уже смотрим по вашему железу. Но, как показывает практика, не было еще ни одного процессора, который бы тянул пресет, допустим, выше faster, а точнее, ну, ниже, если смотреть по иерархии VBS. Единственный процессор, который появился недавно, это из райзеновской серии третьего поколения, топ, он тащит в слоуе, при этом игра спокойно идет. Но это не про нас, так что советую для начинающих ставить very fast. Это оптимально в плане и нагрузки, и картинки. Опять же, дальше по мере видео я объясню, что можно использовать, чтобы вообще не нагружать процессор. Так, профиль. Советую использовать либо main, либо high. Базовый не используйте, так как никаких визуальных различий с non нет. Ну, там мелкие настройки касательно самого кодировщика, в этом обычно могут разобраться те, кто занимается, допустим, перекодированием видео. Ну, знаете, там, Blu-ray фильмы конвертируют фильмы размером там в 1,4 гига без особой потери качества. Ну, вот они вот знают, в чем дело. А вот здесь вот я обычно выставляю хайп, так как разницы в нагрузке не особо много, но хайп, он все-таки визуально лучше. Тюн. Здесь уже нужно смотреть от типа контента, который вы стримите. Если для всяких, там, не знаю, анимешных игр с мультяшной графикой подойдет анимешн, то для игр, где графика достаточно четкая и реалистичная, подойдет либо грейн, либо фильм. Я обычно использую фильм. Большинство же людей, которые, в которых я в ОБС-ке залазил, что называется, вообще не используют тюн. Ну, это уже от вас зависит. То есть он слегка оптимизирует настройки кодировщика под характеристики самого контента. Так, ну вот X264 Options. То есть здесь указываем дополнительные настройки кодировщика. Опять же, те, кто разбираются в кодировке видео, они знают, что сюда можно добавить, что убрать. Опять же, это не все применимо, так как здесь все-таки речь идет не о простой конвертации видео, а о потоковой трансляции. Возможно, в будущем сделаю гайдик по тонкой настройке X264 энкодера, но он уже будет ориентирован на знающих людей. Так что, в общем, пишите в комментарии, надо оно вам или нет. В принципе, за счет этого можно добиться, без особых повышений нагрузки на железо, улучшений картинки. Так, ну вот здесь все, мы настроили. Так, идем дальше. Рекординг, то есть локальная запись. В основном люди спрашивают про настройки как раз-таки записи, так как пишут, надоело пользоваться фрапсом, бандиками и прочими премблудами, которые уже морально устарели. Так что здесь, ну, все стандартно. Оставляем. Здесь путь указываете нужный вам, генерирует файл без парабелов. Так, формат записи. Здесь уже видите, какая тонкость. Я использую mp4, но mp4 это такой формат, что если вы, допустим, пишете видео, и у вас вдруг комп зависнет, электричество вырубят или еще что-нибудь, файл хоть и сохранится, но он будет нечитабелен. То есть малейшее повреждение файла, и все, mp4 становится нечитаемым. Да, с помощью некоторых программ можно выдернуть, будет из него видеодорожку, но это так. Если вы уверены в вашем железе, в вашем электричестве и в стабильности, в общем, то ставьте mp4. Если нет, ставьте, допустим, mkvmov, остальные не советую использовать. Для mkvmov такие вот резкие обрывы, они особо не критичны, и файлы остаются вполне себе читабельными. Так, аудиотрек. Ну, аудиотрек тоже мало кто используется в большом количестве, так как в основном у людей стоит одна звуковуха, один микрофон, это какие-то студии, допустим, где идет постоянное переключение между источниками, допустим, от одного стримера к другому, или нужно потоки с того же скайпа разделить как-то, то можно использовать вот эти вот настройки потоков, то есть треков. Так, вот теперь о записи. Можно использовать x264, но нормальные картинки вы не получите. Я обычно делаю как. Для тех, кто использует старую версию ABS, там нет нового пресета Envenco, то есть обрабатывания на видеокарте. Также этого пресета не будет у владельцев видеокарт AMD. У них там свой энкодер, то есть чип-энкодинг. Я не помню, как он называется, но он там точно есть. Вот эта вот настройка в основном концается тех, кто юзает NVIDIA-овские карты. Выше, вроде бы, 600-й серии. Ниже уже этого чипа не было. Так, давайте для стандартного посмотрим. То есть NVEC простой. Пользовательские настройки мультиплексора, это по сути то же самое, что дополнительные настройки энкодера, как в x264. Это вам не надо, не трогайте. Rate Control. Здесь вы можете использовать CBR, но это тоже, скажем так, тупизм. Обычно локальная запись создается для последующего редактирования, там, допустим, в Sony Vegas, в Adobe Premiere, там, не знаю, кому где удобнее. Поэтому нам нужен качественный исходник, при этом, чтобы он и не пух в размере, как, допустим, бывает при записи через фрапс. Поэтому выбираем CQP. И CQ Level ставим не ниже 13 и не выше 16. Я обычно предпочитаю 15. Keyframe Interval ставим двойку. Quality, Max Quality, то есть максимальное качество. Профиль, конечно же, High. Цепь ОГПУ. Ну, здесь уже выбирайте вашу видеокарту. Если у вас SSI, либо Crossfire, можете выбрать, на какой обрабатывать. Max Bframe, составляем двойку. Так, то есть, повторяю, используем CQP и CQP Level не ниже 13 и не выше 16. Чем выше, тем хуже качество. Но на 15 и 14, по сути, качество остается практически таким же, каким вы его видите на экране в самой игре. Так, теперь идем дальше. Invent New. Тут, по сути, все то же самое. Просто этот энкодер, он намного более оптимизирован. Его можно использовать даже в стриминге. То есть, сейчас мы пробежимся по локальной записи и снова вернемся на настройки стрима. Так, вот Invent New. Тоже ставим CQP. Тоже 15. Двойка. Max Quality. High. Вот тут появился пресед психовизуальный тюнинг. То есть, это настройка касаемо, ну, как сказать, восприятия человеческого глаза картинкой. То есть, галочку да, ставьте. Это немного улучшит картинку. При этом нагрузки абсолютно не дает дополнительной. Так. B-Frames. Оставляем двойку. Audio. Audio B-Trade. Так как Audio B-Trade это достаточно прожорливая штука. Опять же, большинство сервисов не поддерживают. Битрейт 160 кбит. Советую ставить 128-160. 128 оптимально в плане и звука самого, и потребления трафика аудиодорожкой самой. Так, возвращаемся в настройки стриминга. Как я говорил раньше, можно стримить, не нагружая процессор. Но это касается в данный момент только владельца видеокарты NVIDIA. Нет, я не пиарю NVIDIA. Не надо меня кидать ничем тяжелым, и мягким, и липким. Просто у меня в самом NVIDIA. Так уж получилось. Так, для старого не буду объяснять, так как старый NVIDIA достаточно плох для стриминга, так как на низких битрейдах он дает ужасную картинку. В общем, не пытайтесь даже. Поэтому вставляем сразу NVIDIA. Также вставляем CBR. Можем указать 3500 те же. Двойку. K-Frame Interval. Quality, Mac Quality. Профиль High. Тихо-визуальный тюнинг. B-Frames. Также двойка. То есть, по сути, у нас настройки чем-то похожи на настройки локальной записи. Только вместо QCP используем CBR, который поддерживает служба стриминга. То есть, Twitch, YouTube, ну и другие службы. Особенность энкодинга на NVENC в том, что у NVIDIA, ну и у аналога от AMD, стоит отдельный чип для обработки вот этого всего дела. То есть, если в процессор при кодировке через X264 задействуются основные ядра, что негативно сказывается и на игре самой, и вообще на производительности железа. То тут используется отдельный чип. Поэтому сама видеокарта никак не страдает. То есть, допустим, вы играете достаточно агрофонистую игру, где сама видеохо нагружена. При этом можете спокойно стримить через NVENC. Так, идем дальше. Звук. Ну, тут наш стандарт на 44100. Многоканалку не используем. Я вот могу устоять 7.1, но я этого делать не буду, так как служба стриминга в основном поддерживает только стерео. Звук. Видео. Здесь отдельная история. Так, базовое разрешение. Это базовое разрешение вашего монитора. Разрешение вывода. Это разрешение, в котором вы собираетесь стримить. Так, фильтр для масштабирования. Метод лансоша выбирайте всегда. Билинейный, бикубический. Они плохи тем, что мылят картинку. Так, тип FPS. Ну, общее значение. Тут, кстати, тоже можно несколько оптимизаций сделать. Допустим, если вы стримите на YouTube, вы можете сделать вот так вот. Выставить 48 кадров. Либо цельночисленные 50. То есть, по сути, если вы ставите 48 кадров при стриме на YouTube, то у вас визуально все будет гладко, как при 60 FPS. Но общее потребление битрейда на картинку снизится. То есть, будет меньше, чем при 60 кадрах. Хотя визуально будет все плавно. Так что, вот так как мы делаем настройку для отвеча, составляем либо 60, либо 30. Так, горячий клайш. Ну, тут уже как вам надо назначать расширенные настройки. Вот тут вот тоже можно сделать. Выставить выше нормы приоритет процесса OBS. Допустим, если у вас во время игры OBS как бы подвисает. То есть, игра идет нормально, даже хорошо. ОБС как-то отвлекается медленно, либо как-то фризит, что ли. Выставляете чуть-чуть выше нормы. Высокие не советую ставить. Иначе могут быть проблемы с самой игрой же. Формат цвета NV12. Цветовое пространство. По умолчанию 611 ставим 709. Это более полный спектр. Цветовой диапазон. Полный нам не нужен. Так как, особенно на некоторых стрим-сервисах, например, на Goodgame от этого, как-то странно изменяется картинка. Темнеет, что ли. У некоторых даже зеленеет. Так, ну, мониторинг звука, он нужен обычно для наблюдения за стримом. То есть, если сидит рядом человек, чат модерирует. Ему нужно слышать что-то, что происходит во время записи, прям в реал тайме. Нам это не надо. Так, ну, тут формат файла во время записи. То есть, месяц, день, час, там, минуты, секунды. Так, буферу, как-то, повтора тоже можете не трогать. Не знаю, зачем его люди включают вообще. Так это достаточно тупо выглядит, когда, допустим, соединение теряется на пару секунд. И воспроизводится кусок вот этого буфера воспроизведения постоянно. Так, задержка трансляции. Сейчас все, в основном, стараются задержку уменьшать. Даже сами сервисы стриминга. Так что, советую не включать. Ну, если вам, конечно, очень надо, можете включить и настроить здесь саму задержку. Автоматический реконект. Ну, это понятно. Тут повторять сколько раз. Допустим, дисконект. Проходит 10 секунд. И ОБСК пытается переподключиться. Выставляйте сколько надо. Чем меньше, тем лучше, по идее. Но не меньше 2 секунд. Иначе будут проблемы с подключением. Так, максимальное количество переподключений. То есть, допустим, 20 раз посылается попыток подключения сделать ОБСК. А если не получилось, все перестанет. Нетворк. Вот здесь вот, допустим, как это у нас бывает иногда, особенно у топ-стримеров. Хотя, зачем им мои настройки? Так, ну, допустим, у вас 2 интернета. 2 кабеля подключен. Здесь вы можете выбрать один или второй. Допустим, играете вы через один, стримите вы через другой. И здесь уже можете включить, то есть, выбрать нужный вам интернет. Так, включить новый сетевой код. Этого делать пока не советую. Это экспериментальная фича. Она хоть и работает, но, знаете как, раз работает, раз не работает. Как поворотник в анекдоте. То есть, не включаем. Режим низкой задержки тоже не советую включать. Лучше это сделать в настройках самого сервиса стриминга. И Twitch и YouTube эти настройки имеют в личном кабинете. Так, источники. Ну, это у нас, как сказать. То есть, у нас, допустим, имеется источник браузера. Ну, вот он здесь добавляется. Вот. Вот здесь вот. Он по умолчанию, по сути, работает на эмуляции внутри самой программы. Тут же этой галочкой можно задействовать само железо, сами железные мощности. То есть, это то же самое, знаете, как если X264 обрабатывается на процессоре, то есть, софтовая обработка. То можно включить хардварную, то есть, железную. Как вот, если переключимся на Invent. То есть, по сути, ставьте галочку. Это будет лучше. Ну, Media Files. Это как-то кеширование Media Files. То есть, допустим, у вас добавлены видео какое-то на источники. Либо вот эти вот слайды, как у меня. Они будут кешироваться в памяти. То есть, если у вас достаточное количество оперативки, поставьте галочку. Если нет, в принципе, особого сжирания ОЗУ я не замечал за этой настройкой. Так что, выставляйте галочку. То есть, все Media Files всегда будут в оперативной памяти. И OBS-ка сможет быстро их оттуда задействовать. Если вы, допустим, сменили стрим, допустим, на запись видео какую-то. То есть, она не через некоторое время только появится, а включится сразу. Game Overlay. Это уже, скажем так, фича Streamlabs OBS. Я не пользуюсь, так как у меня свои KSS настройки. Так, коллекция сцен. Ну, это импорт-экспорт настроек. Допустим, если у вас постоянно что-то слетает. Либо проблему с OBS-кой. Можно экспортануть. Переустановить OBS-ку. Снова импортнуть. И все настройки подтянутся. Уведомления. Ну, это тоже. По сути, вот здесь вот отображаются пропущенные кадры. Если есть проблемы какие-то. Это здесь все можно настроить. То есть, порог пропущенных кадров. Допустим, из 100% из 15% теряется. То уже будет отображение. Так, ну, внешний тут можно тему включить. Это уже, как вам нужно, размер текста. Дистанционное управление. Это тоже, вроде бы, для мобильного приложения Streamlabs. Я этим не пользуюсь. Так что, если вам это нужно, сканьте QR-код через приложение Streamlabs. И спокойно работайте. Так. Ну, это, по сути, все. В плане именно настроек записи. Настройки касательно звука, плагинов, оформления и прочего. Об этом нужно пилить, прям, я бы сказал, даже гигантский гайд. Один, либо несколько мелких. По каждому аспекту, допустим, написание своего CSS-оформления. Допустим, ну, так вот. Там, чат, как изменить без всяких идиотских оформлений стандартных со Streamlabs'а. Либо с другого сервиса. Если это надо, пишите в комменты. Ну, постараюсь сделать основные моменты, по крайней мере, осветить, так как это достаточно сложно. Так. Ну, и вот, как я раньше говорил, все настройки касаемо самого энкодера. То есть, вот это, вот это, и вот это, они все применимы и к обычной OBS, как раз через которую я сейчас и делаю запись. То есть, вот, смотрите, настройки. Заходим в аудио. По сути, то же самое. Вывод. Ну, вот, запись, видите, QCP-16. То есть, все то же самое, только на русском, разве что. Аудио то же самое. Так что, все применимо и для обычной OBS. Ну, в общем, как и обычно, с вами был Ди. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!